Пшеничная, ржаная, ячменная, овсяная, рисовая, гороховая, гречневая, полбяная, соевая, мука. Мука – основной ингредиент при изготовлении хлеба и различных хлебобулочных макаронных изделий. От муки зависит вкус и качество выпечки. Вот об этом и поговорим сегодня. В магазинах большой ассортимент муки. Но как выбрать хорошую и качественную муку? Для специалистов это дело быстрое. Но как быть обычной хозяйке, которая захотела испечь пирожки или побаловать семью блинчиками? Для определения свежести муки нужно помнить, что в первую очередь продукт должен быть сухим, без запаха. На вкус качественная мука должна иметь приятный, нежный и немного сладковатый привкус. Ни в коем случае не покупайте муку, если почувствовали кисловатый запах. Фасованную муку лучше покупать в бумажных пакетах. Существует твердое правило никогда не покупать муку, упакованную в полиэтилен. В пластике мука не может дышать и приобретает неприятный запах. И многие покупатели знают тонкости выбора. Покупаю часто. Мама у меня любит особенно печь домашние пироги. Привожу ей чебоксарскую муку. По качеству, по цене доступно. Дизайн упаковки нравится. Печем. Мука нравится. Упаковка должна быть цельной. Товарный вид нравится, дизайн нравится. На срок годности обращаем внимание, конечно. Муку основной большой криковины, высшего сорта. Ну, а пеку я из них блины обычно даже живые я делаю. При выборе муки, когда я смотрю на срок годности и криковину, и сортность. Ну, желательно, конечно, высший сорт. Я обычно обращаю на то, что это чтобы алтайская была мука или наша чебоксарская. Вот. И это самое хлебопекарное беру. Оно вроде бы для меня кажется то, что оно более эффективнее. Тесто, когда размешиваешь, оно лучше, мне кажется. Остальное я не признаю. Я на срок годности обязательно смотрю. И смотрю, что упаковка у меня была, это самое, как более такая... Ну, чтобы не это... Там не было всяких... Это бывает то, что вот иногда пятна какие-то вот впадают или где-то порвалось вот там дырочка вот на это. Я покупаю именно кукурузную муку. Скорее всего, не для выпечки, а для рыбалки. Рыболову рекомендую варить мамалыгу из кукурузной муки, ну и из добавления дополнительных ингредиентов. Я беру маленькие упаковки. Срок годности мне не столь важен, потому что небольшая упаковка в 200-250 грамм мне хватает почти на весь сезон. В первую очередь я смотрю на упаковку. Не повреждена ли она? Потом на... Что я буду печь? Или если буду блинчики, то блинную муку. Если что-то другое, то выбираю сорт высший, какой нужен. Обычно... Обычно, обычно смотрю на цена и качество. Иногда и такое бывает. Цена и качество не совпадают. Когда берешь дешевый товар, качество не нравится. Можно сказать о том, что я не так уж и часто, в принципе, готовлю. Меня в основном отправляют в магазин родители, либо жена. Если говорить именно о муке, то меня просят обычно купить высший сорт, потому что там, не знаю, говорят много клейковины. Я не очень в этом разбираюсь на самом деле. Но по блюдам, как мне нравится, вкус блинов, которые готовит моя супруга. Но не каждый покупатель задумывается о том, сколько усилий и труда приложено для того, чтобы мука оказалась на полках магазина. В этом году урожай выдался отменным. Ежедневно на элеватор поступают сотни тонн обмолоченного зерна. Каждая партия проходит через лабораторное исследование. Специалисты тщательно исследуют поступившее сырье. Обязательно все прошедшее через сито зерно, и вернее даже пыль от этого зерна, просматривается под лупой для обнаружения тех насекомых, которые не должны быть в зерновой смеси. Каталог этих насекомых описан в альбоме. Вредители хлебных запасов в этом альбоме. И при обнаружении насекомых, конечно же, обязательно мы пишем акт возврата на то транспортное средство, которое привезло это зерно на Чебоксарский элеватор. То есть недопустимо присутствие вот этих насекомых в зерновой смеси, так как насекомые выделяют разные экскременты, которые могут не лучшим образом повлиять на здоровье человека. В данном образце вредных насекомых не обнаружено. Как говорят специалисты лаборатории, очень вредная для зерна насекомая – долгоносик. Из-за него зерно становится непригодным для переработки. Такая партия не принимается на элеватор. Мы видим, что в зерновой смеси не только зерно. Там, конечно же, есть и минеральная примесь, и органическая примесь, и семена сорных растений. Поэтому зерно перед тем, как подается в мельничный цех для размола и получения муки, тщательно очищается. Но наличие и количество этой сорной примеси, конечно же, определяет лаборатория. Для последующего расчета с нашими поставщиками зерна, за то количество именно чистого зерна, которое они привезли. Лабораторные исследования длятся час. Специалисты готовы вынести свой вердикт. Хорошая, качественная пшеница – рожь поступает в элеватор на хранение и дальнейшую переработку. Если к нам поставщик привозит зерно по каким-то параметрам, не соответствующим требованиям стандарта 93.53.2016 или требованием технического регламента 0.15 зерно, то, естественно, это зерно, поступившее от поставщика, мы возвращаем поставщику с оформлением акта возврата. Тем временем поставщик ждет результатов, и только после этого машина выгружает сырье. Если возникают спорные ситуации по лабораторному заключению, каждый поставщик имеет право подать образец на независимую экспертизу. Образцы в лаборатории элеватора хранятся три дня. На каждом этапе производства отслеживается качество сырья. Каждая партия проходит стандартный путь – лаборатория, элеваторный, мельничный цеха. Для того, чтобы получить хорошую и готовую к применению муку, надо выполнить определенный алгоритм действий. Следующий этап – очищение зерна от примесей. Этот процесс тоже под наблюдением специалиста. Сейчас в данный момент идет подработка на сепараторы. Вот первый и второй сепаратор подработают, первичная подработка зерна идет. Мы его зачищаем, подрабатываем, если надо необходимо, сушим и подаем на мельницу. А на мельницу уже это зерно перемолоть муку. Первая сортировка – очищение от примесей природного происхождения. Это, конечно же, сорняки. Качественно очистить сырье может только машина. В зерновой смеси также есть и другие примеси – минеральные. Это камни, стеклышки, древесина. Их тоже надо отсортировать. Это следующий этап очистки. После на обоечных машинах зерно очищают от пыли и шелухи. Ну а далее отсортированное, очищенное зерно надо увлажнить. Мы увлажняем зерно до варти 15,8-16%. Чтобы получить качественную подготовку зерна. То есть этот аппарат оценивает, в какой варти зерна приходит зерно на эту машину. Сколько тонн в час проходит через эту машину. И она сама думает и добавляет, сколько нужно воды добавить на тонну подготовленного зерна. Увлажненная пшеница переходит к следующей стадии – измельчению. Сначала ее дробят на вальцевых машинах. На этом этаже вибрирующими движениями огромные рассева просеивают раздробленное зерно. Продукты размола разделяются по крупности. Весь процесс можно наблюдать на пульте управления. В течение суток, каждые 4 часа, наша производственная технологическая лаборатория производит отбор, вырабатывая нами продукции. То есть они определяют качество подготавливаемого зерна и вырабатываемой продукции. То есть ее клейковину, белизну, крупность. Что гарантирует качество нашей продукции. Надо бы уже и начать фасовать готовую продукцию. Но перед упаковкой готовой муки сотрудники лаборатории забирают образец полученной партии на экспертизу. По показателям белизны определяется сорт муки. Чем белее мука, тем выше сорт. Мука пшеничная, хлебопекарная, мука пшеничная общего назначения, мука ржаная, отруби, пшеничные зародышевые хлопья, манная крупа. Все это проверяется в лаборатории в соответствии с программой производственного контроля. Белизну мы определяем на приборе в белизномере. И только после этого вся эта продукция поступает покупателю. Она вся, продукция проверенная, безопасная. На данном этапе мука практически готова к употреблению. В фасовочном цехе кипит работа. В каждом мешке по 50 килограммов. А для любительниц домашней выпечки, конечно же, мука в упаковках по 2 килограмма. При покупке обратите внимание на срок годности. Как правило, для обычной муки он до 12 месяцев. Если сорта муки более низкие, то в таком случае срок хранения будет заметно меньше. Как известно, мука является основным компонентом при производстве хлебобулочных изделий. Поэтому мы уделяем большое внимание качеству используемой муки. Мы работаем с местными производителями. На сегодняшний день мука нас устраивает. Она соответствует всем требуемым стандартам. Вся продукция, выпекаемая на хлебозаводе, отличается стабильным качеством и очень нравится нашим покупателям. Батоны, баранки, булки получаются пышными, воздушными, ароматными, с отличными вкусовыми качествами. Хлеб всему голова. Он помогал жить, а иногда действительно выжить во все века. И сегодня хлеб – это продукт первой необходимости. Особенно если в нем содержатся важные для организма витамины, как в хлебе, приготовленном прежде всего из качественного и первосортного зерна с использованием правильной технологии. Программа создана исключительно в интересах потребителя и не является рекламой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова